Так, ага, видео. Не дают нормально снять, уже стены подсохли, пока по телефону разговаривал. Значит, это прогрунтованные стены, отшлифованные сначала, вот этой штукой я также шлифую. И снова прогрунтованные. Где-то мало одного слоя было, где-то достаточно. Ну, например, вот ту заднюю стену, которая не будет никогда на виду, в принципе-то. Там будет, скорее всего, еще фальшина, типа шкафов. Уже можно финишной какой-нибудь там промежуточной покрыть. Вот тут вот небольшой впадик там в пару миллиметров. Подумаю, сейчас, если у меня есть, опять же, среднего слоя, то нанесу. Если нет, то можно финишку, но просто будет перерасход. Здесь у нас дырочки, которые были, это были сколы в Сибите изначально. Полопались, никакие нафиг там толстые слои наносить нельзя, как в инструкции написано. Все это фигня. Надо что-то, короче, я их хотя бы потихоньку накладывал. Так и собирался сделать в несколько слоев. Ну, вон они. Видно, что полопались. Ну и вот, например, тоже. Вот он. Надо будет чуть расколупать, туда налить. И вот этот тоже. Розетка, напомню, будет там, внизу. С той стороны, там насквозь будет. Там уже розетка есть, просто насквозь просверлю и все. Вот. И вечером уже не хватило мне ночи. Вот тут вот маленький кусочек. Вот не хватило. Ну, тоже. В принципе, тут даже накладывать-то надо очень мало. Может быть, даже так, для покраски его нанесу. Этим же слоем. Так как разводить его все равно придется. Значит, сейчас оно сохнет. Грунтовка сохнет часа типа два. Но. Я разводил один к двум. Вот с водой. Вот этой штукой. Углы его очень сильно пролил. Прям хорошо, чтобы там грунтовки было много. То есть, на таких вот пористых поверхностях, какие там два часа. Она сейчас через полчаса будет сухая. Такая же, как и была. Вот. Ну, вот видно, например, там на гипсокартоне даже еще и не собирается. Грунтовки много не бывает. Запомните правила. То есть, перелить грунтовку невозможно. Она будет только лучше. Сейчас подумаем, посмотрим, как будут отзывы. Может, вечерком запустим стрим. Ну, не вечерком, а чуть попозже. Сейчас еще подготовительных работ несколько сделаю. Я тут на полчасика осталась. Вот. И сделаем, может, стримчик. Купил вот такую штуку. Заместо той, которую я сломал ногой. Вот эта вещь. Она, скажите мне, она должна быть вот такой. Это нормальное состояние ее. В интернете почитал. Пишет, что типа похеру. Ну, конечно, фирма-то. 480 рублей стоит такая штука. Ну, типа наносишь-то вот так, а потом прикладывать вот так. Она нормально дает. Вот. Тут видно будет сразу, если беку не хватает, она покажет. А наносишь ты под пищерной и прижмешь под руку. Вот та, которая у меня пластиковая. Там вообще уже стерлась. Ну, так хорошо наносит. Краешки стерлись. Я вот ее попробую отремонтировать. Вот. Так что пишите, советуйте и все такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА